Мне вообще прикалывает, как на проекте «Холостяк» или на постшоу «Как выйти замуж» вычитывают девушек за то, что они пришли не за любовью, не за «Холостяком», а за «Славой». Пшшш, а зачем еще здесь можно прийти? Если реклама кастинга звучит так, приходите на «Холостяк», станете такой, как Яна Соломко известной, приходите на «Холостяк», станете, как Роза Альнамри, телеведущая, и, конечно же, они приходят за «Славой». Половина девушек – это или телеведущие, или блогерши. И ведь нет ничего плохого, что человек участвует в телепроекте для того, чтобы стать знаменитым. А для чего еще нужны эти проекты? Но я не отрицаю, что любовь можно встретить где угодно, в том числе и на проекте «Холостяк». Заметьте, всего лишь один «Холостяк» остался со своей избранницей, и он уже даже сделал ей предложение. Все остальные пораставались. Но вы знаете, сделать предложение – это еще не значит жениться. Сколько таких случаев, когда после предложения люди расставались. Даже я в молодости, когда мне делал предложение парень, который мне не нравился, я говорила «Да», а сама думала «Ну, позже». И человека не обидела, и, может быть, он сам передумает, что-то произойдет, перехочет, мы как-то расстанемся. И это очень типично после предложения расставаться. Напишите в комментариях, знаете ли вы такие случаи. Было ли среди ваших знакомых такое? Среди моих – ну масса. Но мы пожелаем «Холостяку» с его невестой счастья, любви, и чтобы у них все получилось. Ну какова вероятность встретить любовь на проекте «Холостяк», если «Холостяк» один, а у вас куча девушек? Кто-кто, а девушкам этот один «Холостяк» всем не достанется. Он достанется только одной, в лучшем случае. Ну да, иногда девушки крутят любовь с операторами, выходят замуж благодаря тому, что становятся известными, и хорошие парни их замечают. Такое тоже возможно. Даже сам «Холостяк» сомневается, что он встретит любовь, потому что он понимает, что девушки приходят на проект очень редко, когда из-за самого «Холостяка». Они же даже не знают, кто будет «Холостяк», когда идут на кастинг. Вот поэтому «Холостяки» очень часто сомневаются в искренности чувств девушек. А разве они могут быть искренние? Но я не отрицаю. Да, девушки влюбляются. Да, «Холостяки» бывают классные. Да, «Девушки» молодые, свободные. Конечно же, они влюбляются. Но сколько девушек приходят на проект, хотя они не свободные? Как вы считаете, можно ли на таком проекте встретить свою любовь? Напишите в комментариях. О, расскажу, как выбирают «Холостяка». Первого «Холостяка» выбирали вот так. Загуглили «Самый завидный холостяк» и выпал «Чмырковский». На роль «Холостяка» выбирают такого парня, который будет нравиться зрительницам. Вообще, весь проект держится на том, что зрительницам должен нравиться «Холостяк». Они должны представлять себя на месте девушек и смотреть телешоу. Благодаря этому шоу смотрят. Благодаря этому шоу интересное. Поэтому выбрать «Холостяка» – это очень важно. Как вам теперешний «Холостяк»? Нравится он вам? Напишите в комментариях. Спасибо.